Ушли Ахматовы и всякие блаки, но полицейского ты трогать не моги. Так, ну, что ж вам, начнем. Питер доказал, что является культурной столицей. Точным пинком в живот 54-летней женщины Маргариты Юдиной, от которого она упала на асфальт, после чего ее отправили в медпункт. И далее, как я слышал, в больнице имени Дженни Лидзе. Примерно так, пару сотен лет назад, мог преспокойно поступать любой дворянин по отношению к простолюдину. Посмотрим, как отреагирует Фемида на сей поступок в 2021 году. Лет примерно 60 назад дядя Степа-милиционер наверняка бы защитил эту женщину и отправил бы этого охранителя режима. Ой, извините, правопорядка. Места не столь отдаленные. Но, увы, дяди Степа-милиционера уже нет. Осталась полиция, Росгвардия с ОМОНом, или как там они сейчас называются, себя величают, в России, которую они вернули в 1993 году, расстреляв Белый дом. 23 января, прекрасный день для понимания, кто из кто, и многие граждане нашего многонационального государства, охренев от такого количества запретов и беспредела властей, вышли показать, что в стране все еще остался народ. Вышли за себя и за будущее своих детей и родственников. Было в движении много городов и населенных пунктов, что не позволило перебрасывать части латников, погонников из одного региона в страну и в другой. Теперь ясно, что все они заодно целиком. Интересно, сколько еще населенных пунктов при помощи пинков и дубинок теперь можно называть культурными столицами России? Из увиденного в сети Питер теперь не одинок. Увидим ли мы покаяние за содеянное и отторгнет ли от себя система тех, кто поднял руку, ногу или дубинку на мирных граждан, будет показательно. Уже на следующий день после можно было увидеть репортажи о том, что людей задерживают, штрафуют, и что не менее интересно, что пытаются заставить налогоплательщиков еще раз оплатить транспорт, купленный за деньги налогоплательщиков, для тех, кто должен обеспечивать соблюдение законом. Но не ясно, зачем приехавший и мешающий мирным гражданам исполнять свое право, гарантированное Конституцией Российской Федерации, статьей номер 31. Прекрасное время гражданам налогоплательщикам приходится показывать и приобщать сотрудников правопорядка к исполнению Конституции и законов Российской Федерации. Конечно же, не обошлось и без провокаторов, и продажных телевизионщиков, которые появились загодя и ждали, когда уже почти все разошлись, чтобы сделать картинку, что людей было мало. На самом же деле людей было много, и были люди разных возрастов. Комментарии СПЧ, или как там, по правам человека, по президенту, умилили настолько, что про них говорить неохота. Подробно. Радо что только пожелаю им не попасть под собственные комментарии. В последующем. Среди задержанных оказался и мой товарищ Дмитрий Бойко, который вел съемку происходящего, имея с собой документы и задания от редакции. Такое ощущение из увиденного, что опасность представляли для граждан исключительно сотрудники в погонах и латах. Не удивило и то, что никакого большинства тех, кто выбирал Беглова и партию жуликов и воров, не появилось ни в кадре, что вызывает, собственно, вопросы о легитимности прошедших очередных самых честных выборов в Санкт-Петербурге, о которых нам так любит заявлять Элла Панфилова. Я про 2018 год. Недаром этот повелитель лопат так активно вмешивается в жизнь местного самоуправления, выискивая копеечные неточности в декларациях муниципальных депутатов, за которых проголосовали, между прочим, живые граждане города. Какие же выводы из всего из этого? Сидение на диване способствует появлению пролежней и увеличению продажи медицинских услуг населению. Но также нельзя и не отметить то, что избирательность применения закона, нескончаемые согласования, запреты штрафа и дубинки и голосование на пеньках прекрасно стимулирует появление гражданского общества и, несомненно, сможет сплотить народ для отстаивания своих прав и свобод, ну и свободу политзаключенным.